Я правда не знаю, вот вроде вот сейчас идёт. Ребята, мы посидели тут с Хованом, немного обсудили разные темы. Например, какие-то французские комедии, которые нам нравятся. Ну, мы пришли к этому от того, что это шоу делают французы, и мы вспомнили, типа, пришельцев там, и несколько шуток из них. Потом ещё обсудили. Мы много чего хотели посмотреть, но мы перебрали практически все варианты. И знаете, если призадуматься, любой из них хуже, чем Баббл Камеди Шоу. Ну, я сдался и сказал, давай дальше смотреть Камеди Баббл Шоу. Нет, теперь уже я сдался. Ты, блядь, предложил мне армянское что, где, когда смотреть, потому что там вместо музыкальной паузы коньячная пауза. Я сначала подумал, что это анекдот, блядь, про армян. Что это? Просто анекдот, блядь. Не, ну я много чего предложил, тебе ничего не нравится, поэтому... Не, ну извини меня. Я тебе предлагал, эти, бурятские фильмы смотреть. Ты мне предложил армянское что-нибудь... На бурятском, Илья! На бурятском! Ну так они ж бурятские, блядь, и кто из нас знает? Ну, кроме бурят, наверное, ну, ёпта. Ну, хуй знает как-то. Тут они хотя бы такие Баббл Камеди Шоу. Баббл Камеди Шоу, да, говорят на языке юмора. Юмор это... Да, юмор это язык, на котором может говорить любой, кроме создателей Баббл Камеди Шоу. Они как глухонемые, которые говорят на языке юмора. Глухонемые в мире юмора, да, типа. Мы ничего не имеем против глухонемых, кстати. Если они нас сейчас слушают, смотрят. Только если ваша глухота касается вашего понимания юмора, ваша аниме-та, вашей способности воплощать юмор на экране. Давай на счёт три. Раз. Раз. Два. Три. Да, ну мы... Та же проблема, что в Охотниках за привидениями мы нажимаем один на три, а другой на три и... Ты помнишь? И они сидели так... Погоди. Во, вроде сделано нормально. Не, я только тех охотников за привидения смотрел, что с тёлками были. Классно. Женщины. Чего их все так хейтят? Вообще нет. Девочки такие же смешные и так же могут ловить привидения, как и мальчики. У меня Кристина Вика очень нравится, или как её там зовут? Которая толстая? Кент, который худой. Смотри, ей понравилось, что у мужика пузо как шар. Классно. Ну, я думаю, на месте такого жирного-лысого мужика я бы не отказался, чтобы он мне повалился. Да, у меня-то сейчас примерно такой же и моя тоже валяется. Я не против, нормальное. Удобно, можно упражнения гимнастические делать. Стоп, опять таксист, который вёз вурдалаков. Блять, где моя мышь? У него всё, всё проблемы, блять, что он неадекватных каких-то возит. Но в России бы, таксист даже не обращал внимания, что вурдалак, и он сразу бы начал грузить, типа, блять, сейчас пиздец, Упер с Яндексом объединились, жизни никакой. Чё ты мне суёшь, сука, дебил нахуй, я тебе за эти деньги, блять, никто не повезёт. Иди на маршрутку садись, додик бы... Ой, он в натуре пошёл! Нет, там скорее было... У меня в последнее время гасит постоянно какой-то фигнёй, типа, а у вас, типа, безналичный расчёт, ой, я не могу, мне там заправиться надо, там, может, мы рассчитаемся с вами наличной, а я вам отправлю, что ты, короче, ты сидишь такой, думаешь, блять. Охуеть. Ну, это было коротко, но, видишь, Bubble Comedy Show возвращается. Это те самые скетчи, как в первых выпусках. Просто ещё чувак, ко двери ухуйнуло в обратку. Так. Шахматы. Шахматы это классик. Он, наверное, играет с тем чуваком, который шахматы издалил. Знаешь, знаешь, что я подумал? Назови мне одного советского комедийного актёра, которого дважды ушатали шахматами. Крамеров. Угу. Ну, видишь, я молодец. Мне что-то полагается? Звание Boomer, блять, тысячелетие. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Бля, ну это садистский какой-то скетч в натуре, чувак. Он просто... Опять Карлсон стал чемпионом мира. Пытки в тюрьме. Смотреть без регистрации смс. Не, всё-таки главный герой это вот этот лысый, как я понимаю, мистер Баббл. Ну там же было написано, что это шоу в стиле мистера Бина в описании. Очевидно, что он местный мистер Бин. Ха-ха-ха. Ебать. А ты знаешь что? Стартовый пистолет легче всего переделать под боевой из тех, что продаются в свободной продаже. Конечно, распилить ему всё эту хуйню просто, блять, в дуле нахуй. Я тут купил пару пневматических револьверов и поинтересовался, ну, через YouTube, так скажем, как сделать их более, ну, стреляющими посильнее. В образовательных целях. Да, в образовательных, естественно. И как сделать так, чтобы, например, немножко пороха засыпать туда и чтобы подыш был такой, знаешь, при выстреле. И всё нашлось сразу. Но, естественно, только в образовательных целях там чувак сразу предупреждает. Я научу, горит вас, как. А оформись просто травмат, брат, и не парься. Так мне не нужно мне так чисто развлекаться по банкам, стрелять по пьяни. Ага, да. Это что, был гестаповец? У него что, железный крест висел? Я не понял. Я уже давно забил, если честно. Что делал гестаповец в этом скетче? О, нормально. Это наш ямайский друг, только теперь он индеец, я думаю, типа. Но он всё равно долбит. А ты RDR2, кстати, проходил? Я жду пока стол куплю для нормальной игры. Ну, типа, я не могу с геймпада играть. Я думал, ты скажешь, я жду пока мне, пока на ПК выйдет. Не. А почему ты можешь с геймпада играть? Да, блядь, это уебанство какое-то. Два соска теребить и целиться при помощи этого. Так там даже целиться не надо, там автоприцеливание. А автоприцеливание лишает меня удовольствия отстреливания. Я всё то же самое рассказывал, но геймпада дрочеры мне так и не верят, они говорят, что геймпад это самое удобное, что можно было использовать. Когда автоприцеливание попадает за меня в голову, это не мой фраг. А там в живот, там в живот, там не в голову. А, ну это. Бля, ну это совсем не смешно. Кстати, смотри, чем дальше идёт, тем более какие-то... Извини, я тебя перебью, в RDRX симка не работает нормально, вот это самый пиздец. Я тоже хотел с мыши поиграть, нихуя не получилось. Это плохо. Ну ладно, мы что-то отвлеклись от бабл. Я тебе говорю, посмотри, какой пиздец. Тёлка помирает, блядь, рожает нахуй. А чувак нихуя не... Блядь, это прям вообще не смешно, ебать, ты посмотри, крупные планы боли. Бля, он ей в пизду с таким звуком залез, бля, омерзительным. Смотри, господи, ты слышал? Ты слышал? Блядь, чувак, это бабл комедий шоу или бабл ремейк чужого, блядь, нахуй, чё за хуйня? И это так долго продолжается, мне уже жалко эту... Во-первых, она уже не может рожать, я... Блядь, чё за хуйня? Она ему в лицо нассала, блядь, или сквертанула, блядь, или... Чё за хуйня? Воды отошли. Воды отошли, понял? Ну она нихуя не родила, а зато он теперь, блядь, вообще ебанулся от такой хуйни, блядь. Пиздец. Ну это было мерзко и страшно, блядь, это вообще не смешно, охуеть. Мне кажется, блядь, реально мерзко было, когда у него перчатку, блядь, в влагалище потерял. Так, а это что такое? Темнота, сейчас включится... О, не, нихуя себе, блядь, чувак! Это мне кажется... Видал, это чё-то новое. Это ремейк апокалипта, блядь, Майл Гибсон. Слушай, ну у них органично получаются эти, неандертальцы. Так, а шутка-то где, блядь? Он принёс... А, типа, этот добывает огонь, сечёшь, а у этого факел, типа. Ну они дебилы. И зачем ему добывать огонь? Пиздец, походу я дебил, потому что я нихуя не догнал, если честно. А я потихоньку начинаю включаться. Вот, вот, чувак. А это разные лысые, Да, я только хотел сказать, один на Луи де Финеса похож, блядь, а второй на... хуй знает, на, 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 мужа Валерии. На чувака, на чувака из сериала Форс Мажоры, который Луиса играл. Мм. Он обивную делал. Да, блядь. Я бы сейчас съел, я бы сейчас съел, кстати, блядь, стейк пиздатый какой-нибудь. Я помню, ты меня в Питере водил в какую-то стейкшную, но она дерьмо была, ебаная. Ты сейчас нашел какие-то нормальные стейкшные? Нет, я, Илюх, здоровой пищей теперь питаюсь. Ты-то поэтому такой худой и красивый стал. Ну да, еще в Инстаграме фотки обрабатываю. Ну не сам. Ну. смотри, это реверсивное ограбление. Чувак пришел грабить, но ограбили его. Ну такое, как-то. А тебе можно вообще был портвейн хуярить? Я твое видео посмотрел, типа ты же. Нет, конечно нельзя было, братан, ты что? Че не сделаешь ради подписчиков? Мне и баблкам дешево смотреть нельзя, у меня психика слабая. Блядь, я тебе отвечаю. Приходишь, я тебе, Приходишь ко врачу, а он горит, блядь, с этого дня вам нельзя смотреть комедий бабл шоу, блядь. Это такой, ну доктор. Какой врач? Я думаю, часть врачей это шоу могут запретить. Ну типа, я тебе говорю, чем дальше, тем, блядь, жестче скетча. Начиналось все, типа, какое-то веселье, гольф-клуб. Теперь какие-то куколды, блядь, измены, блядь, похищения, блядь, ёпта, умирающие женщины, связанные мужики, пиздец. Баблкам дешево просто перестает быть тем, за что мы его полюбили. Блядь, какие-то монашки, обезьяны, блядь. Я еще вообще не понимаю смысл этого скетча, типа, абсолютно. У меня ноль понимания, он лежит связанный, ему кажется, что он отпиздит Пашу Техника, блядь, что происходит? Был какой-то фильм с Бельмондо, где он фантазировал, что он герой боевиков, блядь, и что-то, что-то. Он даже похож на Бельмондо, кстати, такого деревенского, знаешь. Бля, у него, блядь, хвост встал от такой хуйни. Блядь, а что, нет, это что-то же хуйня. Таааак. А знаешь, какой бы смешной был, он бы полез в вентиляцию, типа, упал в нее и появляется, как в Dark Souls You Die. Нет, это, блядь, было бы тупо нахуй. Ну да, ну, прости меня, я начинаю мыслить, как бы, блядь, это смешно. Теперь мы будем смотреть весь этот скетч еще раз, но в более смешной версии. вот, и сейчас он упадет и You Die, чувак, отвечаю. Блядь, не, нихуя нормально, живой. Блядь, ну тут нужно было. Классическое падение из шоу Бенни Хилла, я бы сказал. Ну я тупим. Блядь, что происходит? Блядь, его пронул в школе. Блядь, в очко, в очко его дыранул. Чувак, где еще, ты можешь посмотреть, шоу, где чувак опырнул, ребенок, блядь, наш, откуда у ребенка нож, нахуй, что за хуйня, что это за район? Девяткина, блядь. Паша Техник какую-то аптеку грабит при монастыре, блядь, с друзьями. Слушай, это уже похоже на какой-то фильм французский, реально, блядь, прям так долго, и... Это пришельцы четыре, блядь. Но третьи уже были хуже этого скетча, поэтому... Так, так. Ну давай. Почему у него хуй торчит? Я не понимаю, в чем прикол? Хе-хе-хе-хе. Стелсуха, блядь, в современных играх. И вот сейчас они его застрелят и написано You Died. Ты в Dark Souls'ах переиграл? Че тебе You Died сдался? Да я не знаю. Ты вроде хейтер Dark Souls'а был. Ну да. Но я не хейтер мемов. Так. Ну... Блядь, как же долго, братан. Что? Чем же... Это... Это самый дол... И потом они все станут героями, а он лохом. Блядь! Ну вы вовремя, ребята, конечно. вы че, за углом стояли, нахуй? А он лава теперь ю дай! А нет, он живой. Да что такое, я не понимаю. Его еще мочой обольют. Бедро подменили. Слушай, как будто для этого скетч, как будто из другого, блять, шоу какого-то. Из шоу, блять, из ребют от Бенни Хиллу какого-то, знаешь. Я могу представить... О, господи! У Бенни Хиллу-то таких долгих скетчей не было, чувак. В конце передачи у него всегда был примерно такой скетч. Нет, но из него 2 минуты они просто бегали за голыми телками. Но тут он тоже бегал, просто голых телок у них не оказалось. Или они отказались раздеться? Ну, они точно отказались. Я брать такого не точно, блять, блять, не пришел. А у нас в Бабл Шоу кто-нибудь будет раздеваться? Конечно. Ебать, какая мерзость, блять. Фу, нахуй. Только что, блять, мужика с дролой юбкой, он в трусах с яйцами. Не смешно. Прям нарочно надел такие, чтобы они максимально прям хуй подчеркнули. О, вот это, смотри, нормально. Только что, они на полу сидят? Петухи, наверное. Блять, я не понимаю. Я понимаю. Я понимаю. Телка, короче, сушит волосы феном. А, ну, типа, проводка хуевая в тюрьме, понимаешь? Гасится весь свет. А они думают, что... А из-за этого они переживают. Да-да. У меня был такой. Кстати, как раз в Питере, на съемной квартире, я фен включил, как пизданул весь этаж, блять. О, спасти рядового Райана. Чувак, ведь бюджет-то ушел, реально, немаленький. Смотри, какие декорации, какой реквизит. А у этого, блять, загнутая херовина. И в этом просто шутка. У него... А? Теперь-то вам не смешно, блять? Блять. Бля-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Тут можно сказать, что... Знаешь, такая шутка, тоже с компьютерами мира. Мой напарник из call of duty, блять, типа. А-а-а-а, да, кстати, смешной бы мем был. МАИ ТИМЕЙТЕ, блять. Та-а-а-а-ак. Что-то... Чем-то пахнет. Что же это? Ну, как... Тихоёным юмором, блять. что у нас тут где же она что-то испортилась нет было бы смешно если бы нам не показывали его лицо он принюхивался в конце показали что у него прям под носом знаешь типа как усы блин вот это же за прижиза купишь тапки два дня походишь и выкидывать можно смело но он нашел выход над стать также попробовать хорошо нормально прям ваще прекрасное шоу прекрасное шоу во всех отношениях опять какие-то пытки блять чувак а это донти дантист это веселая хуйня так какая-то охуеть нет это не донтист я хочу на паузу поставить не щас так напугала это хуете это было стра блять они ему раздвигают там рот бля и каким-то блять фокс малдор то был прав походу помнишь фокса малдора конечно и эту жопу скале помню кто не помнит жопу скале там новых сезонах она блять смотри ты меня лапал дебил ну-ка давай блять погоди погоди давай отвлечемся от этой замечательной шутки хотя я забыл что я хотел сказать что-то про данную скале от этой замечательной шутки чувака облапали они он сам уснул похоже так это как это плит полная течня это вообще не пойми что ли ломает его пирамиду блять армянская что где когда вот что надо было смотреть пиздец вообще охуеть гайдай какой-то какой королевский чувак уничтож концепции стал какие-то длинные скетчи блять где все бегают к и больше понравилось как чувак от земли подняли так теперь 2 замок блять ломаем нихуя это очень невежливо мне хотел бы оказаться в комнате где озвучивает от шоу она стоит довольно мрачная атмосфера блять что это за семейка флинстоуна в чё нахуй происходит вообще а ну торт все я понял блять просто две минуты вели к торту в морду охуеть чувак вот это искусство до этого я хотели блять и не смешно что ли был ну торт в морду вообще в любой скетч делать лучше по моему торт в морду так неужели тут торт будет я просто милфы кстати в этом шоу неплохие бывают да тут только милфы есть я тут ни одной тёлки моложе 35 и вообще не видел они за разными столами это хлеб такой хлеб в ресторанах подают запечатанные блять нарезаны это единственное что тебя смутило в этом скетче я уже стараюсь искать какие-то логические такие темы так я начинаю понимать принцип бабл камеди шоу то что вещи на самом деле не то чем они кажутся то есть какой-то то есть это как сказал вещи на самом деле в дальше дальше не то чем они кажутся вот короче блять если кто-то делает что-то в кадре это значит что прикол будет в том что он на самом деле делает что-то другое вот видишь типа тут пидор убирался как ты его назвал пидор а так можно мы но мы же не на твиче но я все равно это слово меня как бы научили я тебе больше не а все ты теперь у нас но я согласен а ксимирон тоже запрещает людям говорить ниггер ведь как я могу вас в инстаграм все выкладывать меня читают западные рэперы при этом я не не добре а вот когда не на бред а как же ян и гер что ему делал с таким именем и фамилией никого не зовут ян и гер это ты придумал что только донатеров блять на твиче так забудет хотя мне кажется блять сценарист этого шоу вполне мог быть я нам и герам так это фокусник на самом деле он насильник я думаю в этом шутка или грабитель нам кажется что он фокусник но он не фокусник он кто в чем будет шутка кто он нет фокусник странно не понимаю так чателк просто к нему уйдет и все нет похоже нет ничего не понимаю чувак но подожди подожди не надо гадать он убежит с деньгами да уже был один такой скетч помню честно говоря да да он бежит сзади они его не могут увидеть они же тупые полные уебки блять это же бабл камни шоу мир даже по сторонам не могут посмотреть на что за мудаки бля так ему надо бля минус 20 баксов или евро или франк коротышка ковбой запрыгивать на лошадь но это не лошадь а он качается просто я думаю это нет это турник или что блять я я сдаюсь я даже пытаться не буду это может быть все что там другой мужик другой ковбой но явно что он залез а это маленькая пони козел какой полметровый propri孓 нет блять просто как же это это просто пластиковая лошадь блить пластмассовая лошадь ну в этом нет юмора какая разница ну типа лез бы он на живую или пластмассовую лошадь она одинаковая блять по высоте по сути это ж лошадь просто они не смогли недостать живую лошадь для такого быстро еще пришлось после съемок Да, она бы нахуй сосудила их за то, чтобы в таком говне сняли. Лошадь против баблшона. Во Франции, да, бывшая лошадь, блядь, может отсудить у вас половину имущества, блядь. У меня 42 пошло. Что такое? Не-не-не, я не буду больше хватиться сегодня и больше не... Все? Ты не можешь больше баблкам, давай еще одно тогда, без паузы, прямо сразу так, на единицы поставь. Не-а, ты что, у нас осталось всего несколько выпусков до конца смысл без пауз давай лучше дадим людям настояться про лайкать да и ощутить 50 тысяч лайков 50 тысяч лайков еще один выпуск надо всегда брать не адекватную оценку иначе блять не будут ставить да верно но мне почему-то кажется что бабал комедий шоу изменил у нас и вас наши дорогие зрители мы стали чуточку другими хуёве может быть кто а кто-то стал крепче а кто-то стал больше понимать о мире ну в общем блять если бы наш стрим был у меня вечер если бы наш стрим был скетчем хуй бабулками дешев в конце бы оказалось что мы на самом деле там типа не в дискорде а сидим на коленях друг у друга типа и мы голые шарик огромный для больше но если бы ты сейчас вылез под моего стула блять голый то в этом была бы шутка но да 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 классики но это скорее просто мои фантазии не только твои ну что друзья подписывайтесь на канал не забывайте лайк на пишите ваши любимые персонажи и в кетч и в бабулками дешев а твой какой любимый кстати лысый конечно же пока не понял какой из них вот типа они оба хороши тоже не могу пока определиться но честно говоря к сорок третьему выпуску просмотренному мы как-то это устаканим на самом деле мы посмотрели уже где-то 5 процентов всех выпусков то есть мы посмотрели 6 или 7 их всего 40 как жаль что нельзя стереть память и посмотреть мы можем их смотреть заново нихуя не изменится все таки ну наконец-то сорок третий выпуск это конец а там сорок четвертый выпуск нового смотрим первый короче выпуск типа блять но это уже слишком иронично знаешь что уже типа супер пост-ирония какая-то без конца смотреть камеди бабл на который всем насрать блять или можно смотреть как мы смотрим камеди бабл блять это вообще был бы полный пиздец на самом деле просто по странности и потом посмотреть в третий раз как мы смотрим как мы смотрим 60 лет уже сидим такие дряхлые или сидим уже такие бле и мы смотрим на себя типа через годы типа сначала на себя помоложе потом помоложе помоложе ну как бы возвращаясь все дальше и дальше и когда-то вспоминаем времена когда мы просто делали реакции на камеди бабл не они реакции не знаю как повернется в дальнейшем жизнь но я бы сидел и делал бы реакции на камеди бабл всегда мне кажется это я вообще я считаю что это такая штука она выстрелит рано или поздно вот типа вот не понравится людям семь выпусков да а вот восьмой он прям вот не 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 братан это нормальная тема люди иногда ну типа знаешь они видят что-то и ну типа на момент выхода им кажется что это говно нудное ну типа как бегущий по лезвию а потом спустя годы они такие вау это был шедевр визуально и тут также вот мы не ценили те времена когда они смотрели камеди бабл мы не понимали нахуй они это делают но теперь когда мы тоже попробовали наркотики мы понимаем чем была соль до камеди бабл короче это проект блять по отуплению международного населения блять он создан был натовцами я думаю типа и запущен но он вышел из-под контроля и отупляет вообще всех нахуй типа я тупел вот честно я нахуй я да мне поэтому и нравится прям с каждой серии по моему тупеешь процент на три вот как то так я короче помню когда последний раз проходил тест на айкью у меня было 126 вчера ради интереса прошел было 104 я виню в этой хуйне именно камеди бабл а не то что я его нельзя проходить чаще чем раз несколько лет поэтому возможно у тебя все еще высокий ты мало смотрел камеди бабла брат я скачу чтобы мое трезначное число стало однозначным как у сценариста камеди бабл мне кажется это ребенок блять пишет на самом деле знаю я хочу чтобы мне снились сны в стиле камеди бабл знаешь я вот когда долго играю в какого-нибудь бэтмена на компе помоложись спать снится бэтмен вот я бы хотел столько посмотреть камеди бабл шоу чтобы у меня сны были как вот такие дебильные скетчи тип я я в разных ситуациях и оказывается что все изменилось это моя мечта хочу и чтобы мне снилось только камеди бабл шоу а мне не снятся но особо не снились я бы хотел чтобы в них был камеди бабл шоу но вместо лысого в этом шоу был ты а вместо второго ты зачем мы зачем нам сны давай воплотим их в яйв пара друзья пишите пишите скетчи для российской версии камень бабл шоу мы прямо сейчас ищем сценаристов нам нужны люди которые систематически употребляют спайс типа возможно какими-то дефектами типа мозга люди которые страдают психическими расстройствами всех велкам короче наши наши старые подписчики которые устанавливают алты тут алты тут ты должен был искать алты на месте ладно пойду я